шалам раха мы хотим закончить и повторить еще раз вот этот вот шур этот урок который мы учим где кроется секрет силы в нашем путешествие через жизнь эта сила которая даст нам возможность пройти через все испытания успешно мы сказали что именно в те девять месяцев когда душа уже почти готова выходить в этот мир и она уже в конце своей долгого спуска в этот мир в эти девять месяцев на мы знаем что душа знакомиться с торой и после этого не забывает об этом всем мы спросили зачем как может ангел научить эту душу что-то что она не знает если душа находится на самом высоком уровне она только что опустила сюда из самого высокого мира она часть творца и мы здесь увидели что на самом деле этот ангел он учит это эту душу как это будет выглядеть в этом мире в этом физическом материальном мире как только у нее уже есть контакт с этим миром она может понять она может увидеть как эти митцвот как тара существует в этом материальном физическом мире которым будут ее испытания и это именно вот этот период когда нишама когда душа знакомиться с этим миром с воспитаниями это та сила которая поможет ей увидеть в самых темных и самых тяжелых ситуациях что в ней уже есть они она знакома с этим она уже знает об этом она может справиться потому что это уже было заложено в неё с самого начала в говорили о там потрясающей истории про аушвиц про освенцем где у человека было возможно было сила после 16 часов где все заледенели полностью на улице лежать и перед сном учить страницу талмуда мы видели что именно это то что или у посоветовал для иов иов которому ничего не помогло увидеть какой-то свет в конце туннеля все что ему говорили до этого это было какие-то советы извне снаружи но здесь или у он понимает он он показывает ему что на самом деле все внутри и был другая была женщина которая была никакой контакта с религией и вдруг она открывает опять же в своем доме уроки для где раввины будут приходить и рассказывать именно те та информация которую мы стараемся здесь передать как еврейская душа работает как как она мы можем изменить свою жизнь благодаря ей и только через пару лет она призналась что почему это что это помогло ей изменить свою жизнь и жизнь других почему она приняла такое решение потому что около 20 лет назад была очень трагическая атака туристическая атака ее муж который работал как водитель автобусов он в тот момент был водителем это было в центре израиля и он был убит она в то времена еще не было такого что все узнавали обо всем за несколько секунд и была целая делегация врачей и и коллег и и друзей которые пришли к ней в дом сообщить и об этой ужасной новости и когда они сказали об этом и они все были готовы что она будет в ужасный травм травма шоке то она сказала рассказала потом что она чувствовала что ее кто-то держит на чувствовала что у нее какая-то есть внутренняя сила которая помогает ей справиться с этой трагедией и когда они начинали объяснять и что-то как-то рассказывать и как-то приходить какие-то объяснения она сказала что ей это не нужно и она не нуждается в этом нуждается никаких объяснениях у нее она у нее как-то как-то не странно и все и все понятно и все ясно и для остальных это было очень большое удивление они думали что может быть это какой-то какая-то часть ее шока но на самом деле нет она смогла потом это справиться она помогала другим людям и так она искала и увидела что на самом деле это именно вот этот секрет что секрет еврейской души кроется в том что она действительно может нам дать справиться с любой ситуации что это любая ситуация которая происходит если мы сейчас в ней значит что я ее через нее уже прошел я у меня уже есть все то все те килим все те инструменты с эта информация с эта сила чтобы справиться с этим и именно идти дальше значит мы увидим отсюда что что секрет на этой это нашей наш еврейской души именно в том что как сказано все на горит что-то радость который сплыл использует этот эмбрион в животе у своей мамы это не сравнить ни с чем почему потому что именно это то это да перспектива это та сила который этот ребенок получает на свою жизнь именно это дает ему особенную гармонию особенное совершенство и как мы сказали это всегда остается именно внутри у нас в голове и даже если мы выходим в этот мир и мы забываем об этом но это на самом деле мы всегда 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 это несем вместе с нами и мы всегда к этому можем вернуться это не легко это не легко именно соединиться со своей нишама со своей душой и и почерпнуть взять у нее эту силу которая нанесет собой но именно в этом наша задача и мы будем стараться научиться этому чтобы понять это и когда чтобы это не происходило помочь себе помочь другим что быть особенным радостным и гордиться что да бараха шем у нас есть это нишама иудит эта еврейская душа это часть творца она прошла уже через все и нам только нужно дать ей помочь нам в откуда это приходит на как мы сказали что это приходит от эмуна от от веры от пования от знания от учебы от действительно чтобы это было реализации в своей в своей жизни и как чем больше человек это над ним работает тем больше он может быть метхабер он может быть никушан связан со своей душой в этом мы видим что другая история из холокоста блужевый рабе его звали рабе с ролами спира когда он был в следующий восемь был берген бельзен то в один день у нацистов была новая идея на одна из таких жестоких детей чтобы все эти полуживые евреи они выстрелили всех в очередь и там сначала доставили их вы вырывать копать огромнейшую яму и когда они закончили они выставили всех перед ней и сказали чтобы они каждый из них бежал и остался перепрыгнуть через нее и кто-то перепрыгнет остается в живых то кто нет они действительно это там будет их могила в этот момент блужевый рабе стоял там и рядом с ним был нерелигиозный человек и который постоянно как бы не пропускал времени как-то какие-то что-то негативное сказать о верующих людях и в данный момент он сказал дроби что что это что вы действительно хотите чтобы там стараться прыгать это же не это совершенно нереально на это это огромнейшего огромнейшая яма и все давайте умерем давайте лучше умереть с честью и пусть они застрелят и мы не будем давать им повода над нами нацмехаться на что блужевый рабе склонет мы будем прыгать и сколько тот его смеялся на нем и не пытался его преубедить но когда доходит до них очередь этот уже не молодой рабе начинает туда бежать и в следующий момент он видит что у нас другом берегу он 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 перед он перепрыгнул и когда он поворачивается видишь что тот агностик тот неверующий он он вместе с ним он реально стоит рядом с ним и и до того как я мог что-то сказать то то человек который был гораздо моложе его а и сильнее он он спросил как рабе как вы это смогли сделать как вы это смогли сделать что лужевый рабе ответил что я не знаю как я это сделал но когда я бежал и когда я старался прыгнуть и я почувствовал что есть я вижу авра митсак яков моих праотцов моих дедушек моих бабушек я вижу как они меня тянут на другой берег на другой на другую сторону и когда он это объяснил а как же ты как же ты перепрыгнул я не знаю я просто держался за вас и лучше в рабе пережил войну он построил целую новую династию в америке что мы для нас конкретно можем взять из этого что у нас есть огромнейшее наследство у нас есть огромнейший свет на есть люди которые иногда и ездят и ищет это в разных очень далеко на самом деле это прямо у нас это даже даже не нужно далеко идти сказано в том что лаба шамаймги что тора она не на небесах она не за другим берегом она прямо здесь и что что мы хотим добиться как углубиться в это когда что тора а шам все что связано с этим это 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 там это глубоко это не это не просто но с другой стороны это очень доступно и когда что-то истинно когда это это действительно так тогда это всегда человеку сразу становится понятно и то же самое здесь такое мне чувство тоже что когда мы это узнаем это новым новые концепты новая информация она входит достаточно быстро и ясно потому что это так и есть и мы продолжим дальше будем больше стараться понять как действительно связать себя с нашей душой с нашим наследием и это то что у нас есть нам нужно только протянуть руки и взяться за нее спасибо счастливого успеха